Ситуация, которая привела многих в шок. Досмотрите это видео до конца и вы узнаете, что в Таджикистане произошло такого, о чем пишут, наверное, только в книгах. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. В Душанбе в четверг днем погиб молодой человек от удара током. По словам очевидцев, он убегал от облавщиков и хотел спрятаться в трансформаторной будке. Власти отрицают факт облавы и заявляют, что выясняют причины произошедшего. Инцидент произошел 12 мая в столичном районе Измаили-Самани, в местности, называемой в народе водонасос. В МВД Таджикистана подтвердили, что 12 мая на улице Варзоб столичного района Измаили-Самани погиб молодой человек и заявили, что ведется расследование для выяснения личности погибшего и причин произошедшего. Возраст этого человека примерно 30-35 лет. Он погиб от удара током, но неизвестно, как именно. Также неизвестно, почему он туда пошел к трансформаторам. Его тело было найдено на улице. Он не призывного возраста. Этот инцидент связывают с облавой, но это не имеет никакого основания. Выясняется его личность, сообщил Нусратула Махмудзода, пресс-секретарь Министерства внутренних дел. Тем временем УМЕД Завкиев, участковый района, где произошел данный инцидент, сказал, что им удалось выяснить личность погибшего. Его зовут Шухрат. Он 35-летний житель Кишлака, Чагатай, Варзобского района. После этого журналисты отправились в Кишлак, Чагатай, чтобы найти семью погибшего, чтобы побольше узнать о нем. Однако, как оказалось, в Кишлаке Чагатай 35-летний Шухрат не проживает. Корреспонденты поинтересовались и поспрашивали жителей данного Кишлака о том, были ли вчера или сегодня какие-то похороны. Жители сообщили, что не было. И 35-летнего Шухрата, о котором вы спрашиваете, мы о нем ничего не знаем. В Кишлаке Чагатай, Аракчин и Чермакзакон, которые входят в Джамаат Чарбок Барзобского района, не было похорон. И 35-летний Шухрат, о котором вы говорите, в Чагате не живет. В Кишлаке есть другие мужчины с именем Шухрат, но они чуть старше и все живы-здоровы, отметил главный специалист Джамаата Чарбок Джамшет Мирзоаминов. Мирзоаминов также позвонил одному знакомому по имени Шухрат, который живет в Чагатае. И в телефонном разговоре тот же сообщил, что он жив и здоров, и тоже слышал об этом инциденте, но к нему он не имеет никакого отношения. А как вы относитесь к такой ситуации? И как вы думаете, кто здесь врет? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Мнение очевидцев по поводу произошедшего разнятся. Одни говорят, что видели, как молодой парень пытался скрыться от облавщиков. Другие отмечают, что он был пастухом или пьяным бомжом, который хотел исправить нужду за трансформатором, но его ударило током. Женщина, которая покупала продукты на базаре, рядом с которым находится трансформатор, и которую удалось разыскать, сказала, что она видела, как молодой парень хотел спрятаться в трансформаторе. Я до сих пор в шоке от вчерашнего инцидента. Я покупала продукты на базаре и увидела, как молодой парень, похожий на студента, убегая от облавщиков, вошел в трансформаторную будку, дверь которой была открыта. В результате его ударило током, и он погиб на месте. Сотрудники правоохранительных органов быстро оцепили территорию, никого близко не подпустили, рассказала она. Такую версию инцидента подтвердили также и другие очевидцы и несколько продавцов рынка. Между тем, представители рынка категорически отрицали факт облавы, а также сказали, что не могут предоставить записи видеонаблюдения, так как сотрудники правоохранительных органов забрали базы видеонаблюдения. Все говорят, что это была облава, но это не так. Ведь в Душанбе нет облав, так как план призыва выполнен. Он был пьяным и хотел справить нужду за трансформатором, но его ударило током, и он скончался на месте. Сотрудники правоохранительных органов сразу забрали записи видеонаблюдения вместе с базой для расследования, сказал гендиректор рынка Илхом Тогоев. Представитель рынка, который не представился, сказал, что как только произошел инцидент, две женщины-провокаторы начали снимать происходящее на камеру и хотели показать, что это произошло из-за облавы. Но тут же сотрудники правоохранительных органов забрали у них телефоны и увезли их с собой. Напомним, что в соцсети было выложено видео, на котором была снята сцена в медколледже Иванского района. Студентов хотели забрать в армию сразу после госэкзамена, однако девушки-студентки им помешали. Ответственные лица учебного учреждения также отрицали факт облавы. Власти всегда отрицают случаи облав и заявляют, что если молодые люди после получения повестки не являются военкомат, то милиция имеет право принудительно привести их. А как вы относитесь к такой ситуации? И не кажется ли вам, что здесь все очень подозрительно и очень скрытно? Как вы думаете, что на самом деле произошло? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!